23 декабря в актовом зале городской администрации состоялась научно-могословская конференция на тему «Религиозное просвещение как фактор профилактики идеологии терроризма и экстремизма». Мероприятие состоялось по инициативе Комитета по свободе совести и взаимодействию с религиозными организациями Республики Дагестан совместно с городской администрацией. На конференции приняли участие глава города Занюдин Акмазов, председатель Комитета по свободе совести и взаимодействию с религиозными организациями Республики Дагестан Магомед Абдурахманов, Первый заместитель муфтия Республики Дагестан Абдулла Аджималаев, советник временно исполняющего обязанности главы Республики Дагестан Камиль Ланда, руководитель регионального общественного фонда образования и наука Амар Нухов. Почетным гостем мероприятия стал доктор шариатских наук шейх Мустафа Диббен Аль-Буга. С приветственным словом от администрации и городского собрания депутатов обратился глава города Зиндин Акмазов, своей речи обозначив, что в Хасавюрте разработана комплексная программа по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Ведется работа межведомственной электрической группы с активным участием отдела просвещения при Муфтиятии Республики Дагестан, подчеркнув о приоритете правильного просвещения молодежи в вопросах религии, как основного метода противодействия идеологии экстремизма и терроризма. Я уверен, что сегодняшняя конференция будет способна тому, чтобы совершенствовать стиль, методы, формы нашей работы по воспитанию молодежи в исландских традициях, чтобы привить им прочные, чтобы они выработали именитет от экстремизма, чтобы они не подпадали под идеологию экстремизма и терроризма. Далее перед собравшимися выступил сирийский богослов Мустафа Диббин Альбуга, который отметил, что необходимо объединиться всем богословам и бороться с возникновением террористов и экстремистов общими усилиями, а также подчеркнул важность сохранения дружеских отношений между жителями многонациональной республики. Аллаху алейхи вассалям, Аллаху алейхи вассалям, Алла-нухан, Кагайри химинал-энби-я, Балага каума. Ахаза qawla ta'ala wa ka'dalika ja'alnakum kumata'an wasata. У вас здесь есть разделение по национальностям. Вот такие признаки говорить я иногда вижу, слышу, чувствую. Он приводит слова, что любить свой народ, приверженцу своей национальности, это говорит не запрещено. Это говорит чувство патриотизма, но нельзя унижать представителей других национальностей. В свою очередь перед собравшимися выступил заместитель имама Центральной Джума-Мечети города Камиль Гирей Салгиреев и рассказал об опыте выпускников зарубежных учебных заведений по взаимодействию с органами государственной и муниципальной власти в деле профилактики идеологии терроризма и экстремизма. Наша одна из причин этого радикализма, мы говорим бездаботиться. Да, это действительно есть такая причина. Но почему она у нас? Потому что мы в этих науках, так называемых, естественных науках, мы отстали. Об этом тоже ученые должны говорить со всех трибун. Мы должны говорить о профессиональном воспитании подостающего поколения. По словам организаторов мероприятия, основной целью проведения конференции является призыв религиозных объединений республики к участию в реализации социальных программ и проектов, осуществлении информационно-просветительской деятельности, всемерного укрепления и возрождения религиозных и общественных организаций. В завершении конференции была проведена церемония награждения, где также было отмечено благодарностью Комитета по свободе совести и взаимодействию с религиозными организациями, заместитель главы администрации Хайбула Умаров. По итогам всех выступлений участниками собрания было составлено совместное обращение, в котором говорится о том, что ислам – это религия мира, равноправие, добра и справедливости, являющийся мощным фактором гармонизации межконфессиональных и межнациональных отношений, духовно-нравственного и патриотического воспитания населения, укрепления мира, стабильности и сотрудничества в обществе. Бика Сулейманова, Тагиб Магомед Набиев, информационная программа «Пульс».